Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход» 14 глава 21 по 29 стих и книга чисел 1 глава 45 и 46 стих, мы зададимся вопросом, как 2 миллиона человек за достаточно короткое время, где-то 24 часа, они смогли перейти Красное море, Червное море. Действительно, проблема здесь существует. Есть описание перехода сквозь Черное море, когда люди спасались, собственно говоря, бегством от преследовавших их египтян. И мы представляем, что дно – это ил, это все такое огустевшее и подвижное, и как вообще можно было там перемещаться с такой скоростью. Здесь многое непонятно. тем более, что в книге чисел 1 глава 45 и 46 мы видим, какая это была огромная масса народа. Экзегеты предлагают целый ряд решений. Первое. Так называемое Камышовое море не является болотистой, илистой полосой земли. И дно там необязательно близкое к болотистому и илистому месту. С другой стороны, говорится о том, что море разделилось на две части, и воды, как бы огустев, застыв, читаем, воды были им стеною по правую и по левую сторону. Это было бы невозможно, если бы илистое дно сохранялось. И, скорее всего, Господь и само это дно сделал огустевшим, и по нему можно было двигаться, как по асфальту. После того, как египтяне двинулись по дну моря вслед за израильтянами, Бог велел Моисею простреть руку на море, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников «Всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них». Если речь идет о целом войске, то это не просто было какое-то узкое такое ущелье, нет, это было достаточно свободное и открытое пространство для того, чтобы значительное число людей смогли бы пройти по нему. Илистое дно не предполагает, что там могли двигаться колесницы, но огустение воды, так что справа и слева, как две стены, скорее всего и дно тоже огустело, и благодаря только этому евреи смогли за достаточно короткий промежуток времени, сутки, скажем так, пересечь это море в этом месте. А египтянам это позволило потом войти, но после того, как гнев Божий рукой Моисея обрушился на них, то потонули и конь, и всадник, и колесницы. Таким образом, ничего необычного во всей этой ситуации нету. Такое могло произойти реально. И мы сегодня рассмотрели этот вопрос, потому что иногда его задают верующим. Я видел в некоторых книгах, задается подобный вопрос, чтобы как бы бросить вызов христианам. Но для этого мы и изучаем Писание, чтобы дать отчет о нашем уповании с надлежащей кротостью и благоговением. А для этого надо готовиться, исследовать Писание. Подписывайтесь, друзья, на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. С Богом! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok